Один рекламный пост в инстаграме Тимати стоит полтора миллиона рублей. У Ольги Бузовой 350 тысяч рублей. А сколько блогеров, которые получают за один пост по 2, 5, 10 или 20 тысяч рублей? И при этом суки даже не ходят на работу, дармоеды! Раскрутите свой инстаграм на 5грамм.ру и начните зарабатывать на рекламе. Тысяча подписчиков всего за 120 рублей. Ссылка в описании. Кукареку я приехал, короче. Ой, что ты кукарекнул? Я же не петух. Андрюш, ты вроде бы нет. А вот Афония ТиВи может уже позволить себе издавать такие звуки. Афония ТиВи Слово передается пастырю нашему, отцу Михаилу. Дети мои, напоминаю о грехах наших. Главная заповедь на ютубе не застройкуй блогера своего. Ибо 9 апреля 2014 года сказано. Да снизойдет хара небесная и подлежит всеобщему порицанию. Тот, кто ослушается главной заповеди. И в конечном изъявлении подлежит изгнанию в петушиное отделение. На веки вечны. Матерь Анжела, гоу в клуб. Закончил я службу. Радует, что заложенная нами тенденция развивается. Ведь сейчас даже тот, кто стучится снизу, когда мы с вами находимся на дне, понимает. Поставить музыку, чтобы танцевать. Что страйки, это зло. Ой, блядь, я сел. Из интервью Никиты Лола. По поводу страйка. Никто не собирался кидать страйк. И я пишу это не потому, что я кого-то там боюсь. А потому, что я сам знаю, что это зашкварно. Если вы не в курсе, то это тот самый Никита, который, я извиняюсь, испражнялся в прямом эфире. Кто готов какать в прямом эфире, друзья? Но недавно случилось страшное Афоне. А потом и его папик Амиран Сардаров, он же дневник Хача, набросали страйков блогерши по фамилии Сайбабталова. И вот эти оправдания, что не мы кидали, это виспи-партнерка. Ребятки, вот только нам эту дичь давайте не намазывайте. Только страйк влияет на людей, нам нет дороги в рай. Поэтому совет тебе, ты не намазывай давай. Без автора контента партнерки ничего не делают. Давай не намазывай, не намазывай, давай. Тихо предупреждали, ты путаешь, где край. Насколько бы тёлка портовой не была, по беспределу её пороть всё равно не дозволено. Поэтому вы чё, сука, думали мы за эту прокладку Ларинскую впрягаться не будем? Так, блядь, я чё с нахуй вас, блядь, выебу всё. Короче, вот, эскиз татухи разработал Афон Кенёв. Да ты чё, как тебе? Ништяк? Это, говорят, авторитетнейшая татуировка. Не стану перед законом на колени. Она, она. Креативно. А то... Друзья, я еду в Держинск на свидание. Всем привет, эта красавица держалась до последнего, и сегодня у меня очередная шкура. Салам алейкум. Привет. Как дела? С кастинги.ру. Да, смотрите, девочка со свидания снималась в универе. Это там актрис на час можно снять. Я это вырежу потом всё равно. Пристёгивайся, омза. Пристегнись. Омза, пристёгивайся. Ха-ха-ха. Ну чё, раз чё, кого? У тебя Сардаров по поводу страйка ответил? Нет. Ну там явно он таким поступком решил заступиться за Афоньку. Он сосёт у Сардарова, которому он нахуй не нужен. Опять пиздёшь, блядь. Вот представь, что мои яйца у тебя в этой руке. А в группе дневник качал, у Амирана, вышло голосование. Ты его так сначала так ласкаешь, подожди, потом зажимаешь. Я не достал ему. Спасибо большое за приглашение, спасибо огромное за шлем, за кальян. И, блядь, победил я. Там был Юра Хованский, который пососал деревянный хуй. Как ты вычислила мои слабости? Распознал мои сигналы. Вы понимаете? Я не сосал ему. Я просто пришёл, потому что меня позвали. Неужели это называется сосать? Афонь, ну что так психовать? Ну не сосал и не сосал. Ну верим. Афонечка, ааа, ты лучше, чем эта Катя моя, бля. Вот эта лучше, чем моя последняя шкура, которую зовут Алина, кажется. Да ты вообще лучше, чем все мои бабы вместе с Кисяной. Афонечка, да типа ногу, лапочка ты мой. Опять пиздёж, блядь. Итак, на протяжении последнего времени Афонька, что называется, плодотворно разъебал оппонентов своим криком. Суд приговорил Чебураша ТВ к пожизненным дизлайкам. Ой, блядь, голова так болит, пиздец. Заткнись уже! Я вообще сейчас захуй сдохну. МК-2 шоу, Чебураши, Рака Макафо всегда Афоня выходил победителем. Все мои братишки будут за меня. И никакие аргументы против не работали. Я буду за своих братишек, несмотря на всю клевету и ложные сведения девочек, даже если они будут. Тот факт, что Афоня проиграл бой Кремнёву и даже удалил все упоминания об этом со своих каналов, народ отказывался воспринимать. И так было всегда, пока не пришёл Тамерлан. Бой! Нет, пожалуй, много чести, Юрцу. Вот так лучше. Всем встать! Тут идёт! Чтоб меня! Пацан к успеху шёл. Хуй в данном случае выступил, как вы понимаете, Хованский. Я тебе говорю, этот Хованский сам хуесос! Где его тёлка? Да тебе пизды дать только за твой базар можно, блядь, гнилой. Ты за свои слова не ответишь. Он хуесос! Он, блядь, сам раньше страйки кидал! Вот я за что кидал страйки, а ты... Всем хуй сосал! Он Мэдисона хуй сосал три года, стал суперблогером. А теперь ему, блядь, Афоня не такой, блядь! Так, блядь, я сейчас нахуй вас, блядь, выебу всё. Конфликт Афоня с Юрцом Хованским. Ты не разоблачитель, Страфоня! Ты хуесос! Конфликт, в котором у Афоня все блогеры, которые неприглядно отозвались о нём, а это шутка ли, сто процентов блогеров, оказались петухами. Дрявыми каналами. Дрявыми на... Ну, какая разница? И он хочет, как и многие другие, как и все эти подсосы, блядь, Симонов, там остальная шайка, они все хотят получить с меня что? Просмотр! Ну, у Сергея Симонова 630 тысяч подписчиков и 20 тысяч просмотров на канале! Канал Сергея Симонова настолько, блядь, всем неинтересен, что я не знаю, это, это... Ну, может удалять смелый канал? В принципе, вообще неинтересен. Симонов, блядь, твоя мать, шлюха, ебаная, пошли в шахты, поиграем, я тебя выебу. В этом конфликте Афоня проиграл. Посмотрите, люди, которые пишут мне, ты проебал. Вы мне можете нормально объяснить, внятно, почему я проебал? Потому что я не понимаю. Афоня, ну это неудивительно. Я всегда рад вас принять в свои ряды и всегда за спорт, всегда за что-то большее в этой жизни. За развитие, по крайней мере. Не вот это интеллектуальное развитие. Афоня, твое право. Понимаете, если Юра у нас был бы интеллектуально развит, он бы никогда бы не бухал, потому что он знает, что это разрушает его мозг, блядь, разрушает его клетки. Бля, вообще, я сейчас нахуй сдохну. Кровь, блядь, поступает в мозг и потом выводится с мочой, Юра. Кровь выводится с мочой. А чё, разве кровь с мочой из мозга не выводится? Такие приёмы пропаганды, они смотрят, чтобы Юзефу Геббельс... Ебать ты зашкварил, нахуй! Юзеф Гендельф! Гендельф Геббельс! Мне один хер, я книжки не читаю! О, ебать, все! Пидарь, ты! Постановы! Куда брёшь на туре? Бля, ебать, разоблачение! Я в ахуй! Можно ли я чему-то научиться, наверное? Ну, я не знаю, правда это или нет. Афоник Геббельс, Юзеф Геббельс, министр пропаганды фашистской Германии. Понятно, что ты за спорт, но кругозор-то надо, ну, хоть чуть-чуть-то расширять. Ебать ты зашкварил, нахуй! Татуху себе хочу такую наколоть! Пидарь, пошёл нахуй! Нет, я чувствую, Хован меня не уничтожит, уничтожу я Хован. Я говорю, я сделаю так, что его канал нахер закроют. У меня с одной стороны филин дупластый, с другой петушок будет. Это авторитетно говорят! Гленька, как тебе такая? На задницу колется. Чё значит? Это значит, не сотрудничаю с администрацией. Точно! Я такую видел! У стритрейсера старшего! Недавно накололи! Ничего себе! Авторитетно! Но если серьёзно, отбросив весь сюжет конфликта, который мы повторять не будем, колясик свой жизнью топ полностью посвятил этому. Скоро и канал, наверное, так и переименуют. Заглянув в самую суть проблемы, мы поймём, почему Афоня так лихо растерял лояльность аудитории. Сравнил себя, блядь, ебливого алкаша, блядь, у которого нет ни внешнего вида, ни внутреннего вида, блядь, ну, потому что у тебя, блядь, всё разложилось. Со мной! Человек давно уже поставил себя выше остальных, а зачатки были ещё у нас на стриме. Ну, смотри-ка, Афоня разоблачил, слушай, ну, Афоня, ты приколист, разоблачители у нас всё-таки появились. Да, я разоблачительный критик. Изначально да, но мне это, честно говоря, на второй уже план ушло. Ну, как можно на полном серьёзе считать себя разоблачителем? Вы же тоже разоблачителем, вы бадюка там разоблачили. Да я тебя уволяю. Ну, тролли чуть-чуть и всё, какие разоблачители. Может, и ещё Агнец Божий, который пришёл очистить YouTube от нечисти, мерзости, от скверны. Я, создавая свой канал, думал, что у нас реально, ну, мы будем как семья. То есть каждый будет за правду, каждый будет братишку поддерживать, и каждый будет стремиться к тому, чтобы очистить этот YouTube от грядных издоболок, уебанов и прочих... Он верующий, но, как он говорит, просто я так воспитан, и даже ни одной заповеди не знает. И не знает, сколько их представляешь. Ты веришь в Бога? Да. Сколько заповедей в Библии? Не знаешь, а хотя бы несколько назови. А как можно верить тогда в Бога, если ты не знаешь? Ну, у меня воспитание такое. Внушили. Ну, это к вопросу о Гендальфе, Геббельсе и Властелине. Не знать, сколько заповедей, и хоть одну назвать. Блядь, я понял. Блядь, Юра настолько интеллектуал, что сейчас реально меня завалил какой-то информацией, и я нихуя не понял, если честно. Плюс оправдание, что он не мажор. В целом, у меня хорошая обеспеченная семья, но меня никогда не заваливали подарками. Постоянная скрытность. По поводу аварии, я вам клянусь, я попал в аварию, и мне делали операцию. А что, я тебе шрам покажу? Нет. Есть что? Ну, покажи. Да я не покажу. Да хорош. И фапни на самого себя говорит нам, что Афоник глубоко закомплексованный человек, который заигрался в бога. Пример Давидыча его ничему не научил. Нас по всем социальным сетям почти 8 миллионов. Сейчас наша аудитория почти 900 тысяч. Почти 8 миллионов. 900 тысяч. Почти 8 миллионов. 900 тысяч. Их разнесет просто в щепки, блядь. Еду в Магадан. Зато теперь научил сам Ютуб. Макдональд жрать, поедем? Давай. Поехали. И нам почему-то кажется, что Афоник теперь станет хорошим мальчиком. У меня жопа горит, потому что это одна из моих ролей, и по сути она развлекает вас. Это точно. Я думал с разоблачениями он заявит. Ну что ты. Не факт? Не факт? Все, выпустили. Еду в Магадан. Чё, кладу ли твоя песня? Не звестишь? Магадан. Слушай, ну красава вообще. Еду в Магадан. За 6 лет кем ты стал, блядь? Алкоголиком. Мне даже в какой-то степени тебя жалко. Ты такой немощный. Серьезно. Ты не видишь этого мира абсолютно. Ты сидишь у себя на районе. 6 лет бухаешь пиво и даешь пример подрастающим... Ну поколению. Понимаешь? А я за 9 месяцев добился большего, чем ты, блядь. В раз 20. Определенно. Тщеславие мой самый любимый из грехов. Тщеславие мой... Всё. 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 Продолжение следует...